Хочешь Футбол Менеджер 2018 дешевле, чем в Стиме? Тогда переходи по ссылке под видео, а по промокоду СЛОВАТ ЮНАЙТЕД получишь дополнительную скидку Привет, профессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов, мы продолжаем тренировать Эстер И у нас такие новости Карлсон выигрывает выборы Выбран на второй срок, понимаешь? Карлсон 2017 Ха-ха-ха! Который живет на крыше Говорит желание продолжить развитие команды Тут же мне прислал СМС-ку Говорит, что у руководства нет планов по выделению дополнительных средств Понимаешь? Говорит, на, гай-то, работай с тем, что есть Представляешь, сколько мне на трансферы выделил? А, 33 тысячи футов Ха-ха-ха! Я чуть со стула не упал Я говорю, Карлсон, ты что такой щедрый? Я думаю, что даже, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну вот ассистент менеджера юниоров, фамилия у него, блядь, Патрик, блядь, и что, чему он научит детей, понимаешь, он же с детьми работает, кошмар, управление персоналом 5, блядь, с такой фамилией, ёлки, ну это не я матерюсь, понимаешь, это родители, папе с мамой, спасибо, пусть скажут, я не знаю, если бы у меня была фамилия такая, я бы сменил, потому что, ну знаешь как, еще и с детьми работать, да, менталитет очень, понятное дело, что у тебя и тренерский стиль психологический, потому что ты там с ума сходишь с такой фамилией, и менталитет осторожней, потому что боишься, да, что тебя привлекут к уголовной ответственности, а в Европе, между прочим, законы там такие, что если доказать, что это, и еще ты из какого города, город Лиси Килл, Килл это значит убивать, он, что там, Лис убивал, что ли, это же кошмар, и это же кошмар, это, этого человека, да, не то что детям допускать, с ним надо разговор провести в какой-нибудь комнате милиции, ну вот повезло ему, что в Швеции законы мягкие, в России бы его посадили. Наш главный скаут продолжает чудить со своими способностями и потенциалом пятерка, но правда пятерка не из пяти, а из двадцати, рекомендует нам молодого перспективного игрока, воскресенье Ратими, понимаешь, я слышал про пятницу, с которым Робинзон выживал, ну, воскресенье, это уже вообще поздняк метаться на 37 лет, вы че, кого мне предлагаете, Тома, опомнись, объявлена прибыль клуба Эстерс, прибыль в 200 тысяч фунтов, что приблизительно составляет 12% от оборота клуба, официальные лица довольны хорошими доходами, доход клуба составил миллион шестьсот, на предстоящем собрании акционеров бюджет клуба будет рассмотрен очень подробно, главное, чтобы он не был распилен очень подробно, тут уже слухи поползли, Голубович стал целью клуба Эстерс, слушайте, я понимаю, что у нас там отряд, отряд самоубийц по смешным фамилиям, да, но как-то Голубовичи меня не сильно привлекают, ну, вот такого Йоханна Йоханссона подписал нам Конча, ну, должен сказать, что хоть мы эту позицию не используем, он умеет работать в обороне, поэтому я думаю, что из него можно будет вырастить нормального футболиста, вот, не самые плохие показатели, я от Конча ожидал худшего, ну, и болельщики тоже рады, что он перешел, да, это круто, и мы попросим нашего Колобка познакомить с одноклубниками нового футболиста, у Йоханна Йохансса, это теперь главный друг Колобка, ну, что, вот первый трансфер у нас, это Матео Феррер, который был нами подписан, правда, 25 тысяч ему пришлось отдать подъемных, вот, но это ключевой игрок, и я посмотрел на его показатели, испанец пришел эти по свободному трансферу, ну, я думаю, что такой футболист должен приносить нам пользу, хотя у него, конечно, большие проблемы есть с решительностью, да, все-таки в остальном игрок неплохой, я думаю, мы сможем найти ему применение. Слушай, а мы-то, оказывается, лидер по спонсорским контрактам во втором дивизионе, и тем интереснее, да, мы, ну, цель у нас в верхней половине таблицы завершить сезон, да, я думаю, что эта цель достаточно реалистичная, да, но все-таки у меня есть определенные вопросы, вот, по поводу, ну, у нас по СМИ пятое место, да, я, конечно, сейчас делаю все возможное, чтобы, скажем так, чтобы как-то, ну, может быть, выправить ситуацию за счет трансферов, но я не уверен в том, что это получится, и, ну, эта команда на пятое место тянет, потому что, судя по тому, как они играли, да, в последнем сезоне, я там думал головой, да, и понимал, что эта команда, она ментально не готова там на что-то серьезное претендовать, поэтому новые игроки, которые придут, да, ну, плюс рост молодежи, они все-таки, я думаю, помогут команде. Ну что, еще один наш трансфер, Алекс Немеле, достаточно известный футболист, ну, по крайней мере, поиграл он в Англии, даже за Мидлсбро, и при этом в 2005 году начал свою карьеру, и при этом еще не старый, представляешь, то есть сколько лет он уже играет в футбол, если в 2005 году, скажешь, в 2005 году, сколько тебе было лет, сейчас в 2017, и он еще там где-то, ну, это, видимо, юниорские какие-то команды, да, он в 1991 году родился, в 2005 начал играть, ну, да, такой молодежный футбол, но вот играл за Мидлсбро, за Кристалл Пелос, даже в Манчестер Сити одну игру провел, вот, и теперь этот футболист в нашей команде, ну, должен сказать, что он очень быстрый, нападающий именно такого плана, которого я уважаю, но, правда, он почему-то не универсальный, я приобретал, я думал, может быть, он будет универсальный футбол, нет, ему что-то не хватает для универсальности, но думаю, что он потянет, думаю, что он потянет, думаю, что с определенными ролями он будет прекрасно справляться, вот, и все-таки это футболист высокого класса, Джоханнесен хочет обсудить дела клуба, Джоханнесен, чтоб ты знал, я тебя выставил на трансфер, потому что ты играешь ужасно, что ты там забеспокоился и обосрался, Мац Карлсон, уладь проблему, вот, больше не беспокойся, не собирается покидать клуб, так ты должен покинуть клуб, елки-палки, Давид, нам стоит задача, да, задача стоит, знаешь, какая, верхняя часть турниной таблицы, вот, у тебя настолько отсутствуют данные форварда, да, и ты настолько плохо сыграл, вот, последние годы, да, ну, 19 матчей, 5 голов, ну, что это, это разве, это разве, это разве оценка, это разве оценка, 5 голов, 19, и чего, и тебе 33 года, если бы тебе было 23, я бы мог тебя оставить, да, мол, ты будешь прогрессировать, еще добавлять, ну, ты-то будешь только сбавлять, а зачем мне игрок, у которого, у тебя даже технических данных нет, то есть ты футболист, который играет за счет физики, а по физике ты будешь сдавать, Давид, ты сдавать будешь по физике, и ты мне нужен такой, еще и оттачиться, понимаешь, я вот хочу, а мало ли, что ты хочешь, слушай, Мальмер покупает нашего Патрика Блит, даже не буду произносить, вот, ну, это неплохо, пусть берут, будут возвращать будущих юных златанов, тут у нас Себастьяна Крону изо всех сил пытаются купить за 140 тысяч, но Крона стоит 160, это его оценка на рынке, 160, ну, и вообще, футболист в действительности неплохой, и в рассвете лет, да, вот, поэтому, знаешь как, ну, если вы хотите купить Крону, да, ну, предложите 250 тысяч, да, чтобы я подумал, может быть, я его действительно продам за 250, а смысл мне его продавать, даже за меньше, чем он стоит на рынке, вы че там, с дуба рухнули, что ли, и что, у вас денег нет, в Англии, между прочим, у клубов достойные деньги, и Крона, я думаю, ну, тысяч за 500, он вполне может быть куплен, тем более, что футболист действительно неплохой, слушайте, ну, это вообще, Терентий Луцевич, какой это Терентий, вы че, какой это Луцевич, еще и, слушай, защитник и нападающий, это, это вообще, конечно, чудо какое-то, я, ну, другое гражданство Камерун, место рождения Дуала Камерун, но зовут его Терентий Луцевич, елки-палки, это, это вообще чудо какое-то, я, знаешь, как я представлял, знаешь, парня с соломенными усами, белыми волосами, да, такого белоруса, а это, понимаешь, вот такой вот Терентий, ну, я на просмотр приглашу, хочу просто посмотреть, кто это такой, подлагают ей бессилие, подожди, это не тот, который, да, это тот, который играл за Твента, и был игроком Денхага, ну, насколько я помню, насколько я помню, да, это такой игрок был неплохой в Голландии, то, что он у нас в свободном трансфере, так, ну, давай тоже его на просмотр пригласим, потому что, наверняка, наверняка, это хорошее будет приобретение. Слушай, ну, мы обязаны его попытаться подписать, потому что это сумасшедшие показатели для шведской лиги, и плюс ему 23 года всего. Ну, что я могу сказать, Кайл Ебиссильер перешел в нашу команду, это супер усиление, я думаю, что он добавит, ну, и фамилия, конечно, подходящая для нашего клуба, у нас с другими фамилиями людей не держат, но все-таки я доволен тем, что нам удалось такого классного игрока заполучить. Ну что, мы готовы сыграть первый товарищеский матч с новыми игроками, да, Нимели, Феррер, Ебиссильо, на них отдельное внимание, да. Мы играем с командой, которая находится в премьер-дивизионе шведском, и Ебиссильо будет играть против Ебали. Вот очень классный чемпионат Швеции, потому что тут таких игроков можно насмотреться, помимо там Карлсона, в которых в каждой команде по 50 штук, да, обязательно будет какой-нибудь, знаешь, Ебиссильо или еще какой-нибудь фрик, да. Вот, ну что, давайте я скажу, что все в ваших руках, удивите меня, не знаю уж, как они там меня удивят, вот, ну, инструкции по сопернику раздадим, и давайте посмотрим, на что мы способны, как мы этот товарищеский матч проведем, что из себя представляют новые игроки, вот, действительно ли они хороши, или это только нам так кажется. Ну, эти, эти, ох, кто, елки-палки, ну, Феррер, не забить, вот, знаешь, вот на 20-й секунде сразу же момент у Феррера, и он его не забит. У нас таких футболистов там и Байрович, и Копчевич, и этот, от которого мы все пытаемся избавиться, Жоханнесон, вот, тоже там гении футбола играют, да, они тоже не умеют завершать, а мне нужны игроки, которые будут завершать, а не просто стоять, как эти, как истуканы. Ольсон, передача пошла, Фрик, ну, Фрика-то надо останавливать, где они остановили, Малкест, хорошо, надежно сыграл. Ну, команда, конечно, премьер-дивизиона, Алсвенскана, да, вроде бы намного сильнее должна быть, но сейчас предсезонная подготовка, они не в форме, поэтому, ну, так же, как и мы, поэтому шансы-то все-таки у нас есть, и к тому же игроки уровня Ебисилия, Феррера, да, они, ну, и Нибели, они должны решать, да, и добавить команде что-то интересного, Нибели. Хороший заброс, Странт уже у мяча, подача пошла, Ебисилия, Феррер не забил, только Мьоркин на добивании сыграл, но Феррера опять запорол момент, понимаешь, это просто что-то с чем-то, Нибели, классно в этом эпизоде сыграл, Странт хорошо навесил, Ебисилия пробил классно, но Феррер, ну, как можно было с добивания, с добивания пробить в этого же вратаря, я понимаю, Ебисилия, головой бил, там в вратаря попал, но Феррер это просто, знаешь, какой-то чудак, который постоянно лупит в голкипера, все лупит и лупит, лупит и лупит, понимаешь, у него других вариантов нет, кроме как попасть в вратаря, это что, у тебя хобби, что ли, такое, вратарей, пулять, фана, удар плохой, ну, теперь ответ команды премьер-лиги, нет, он не получился, там, они не точно сыграли, штофной удар, штофной удар у мяча Крона, которого там в Англии все хотели заполучить, правильно, он такие удары наносит, конечно, его английские клубы заприметили, и мы 2-0 ведем, ну-ка, тут рикошет был, что ли, нет, это просто идеально исполненный удар, там у них вратарь начудил, Элья Гатт, мы полностью контролируем игру, Нимели, Ебесильо, ужасный пас, сейчас Ебесильо должен доработать в обороне, ну, там Ебесильо и ебали, не поделили мяч, Хольмен, Ольсен, Хольмен, удар мимо ворот, трибуры, конечно, пустые, я думал, что билеты купят, все-таки не каждый день играем, ну, вот там, на центральной трибуне, конечно, есть люди, Феррер, нет нарушения, а нет, есть нарушения правил, потому что судья как-то не сразу среагировал, не сразу показал, вот, ну, я думаю, что мы определенные замены проведем в перерыве, попытаемся перестроить игру, ну, от атаки у нас играть получается, это вообще без всяких сомнений, атакуем здорово, нужно контр-игру тоже ставить, то есть играть на контр-атаках, не забывать об этом, мы попробуем во время перерыва перестроиться, Бьоркин, Нимели, очень плохой удар, пробить нельзя, Нимели, Лутквист, мимо, вот, чтоб вы понимали, да, соперник ближе к перерыву начал поджимать, ну, здесь наша контр-атака пошла, Фана, прострельная передача не получилась, Ебисилио плохо пробил, Нимели гол, но это офсайт, нет, нет, нет положения вне игры, Нимели здорово исполнил, ну, здесь Фану отмечаем, да, как вот здорово прошел, Крона выиграл верховую борьбу, Ебисилио подключился здорово, Бьоркин и Нимели там свое дело сделали, конечно, красавцы, нет вопросов, Фритев, Бьоркин еще и голевую передачу у нас в свой счет записал, у него гол, голевая передача, в общем, и Нимели тоже пока себя здорово проявляет, вот, ну, тут разговору нет, все здорово, я скажу так, что продолжайте в том же духе, но мы замены произведем, да, нам сейчас немножко другие функции потребуются от игроков, Нимели мы оставляем, естественно, он заслужил это своей игрой, Фану оставляем, Крону надо заменить, да, дадим шанс, ну, наверное, Фюра, да, ну, здесь Борк, чтобы, естественно, наш Колобок выкатывается на поле, Колобок в межсезонье добавил, он сейчас еще лучше стал, вот, пусть не амбициозный, но он развивается, вот, дальше, дальше, в центр, ну, есть Дрот, правда, ну, Дрот, плеймейкер слабенький, плеймейкер слабенький, я думаю, что если кого-то и выпускать, то Ласа Фуре, он здесь должен справляться, вот, ну, на контроле будем держать ситуацию, играть на контроле мяча, как-то попытаемся таким вот образом спокойно довести матч до победы, перестроившись, правда, перестроение по ходу игры может негативно сказаться, и, как говорится, если все получается, зачем менять, но я хочу задействовать разные схемы, потому что, ну, здесь понятное дело, что соперник растренированный, и тут все что угодно может случиться, да, вот, но нужно понимать, нужно понимать то, что иногда нам не нужна будет такая суператакующая система, и необходимо будет обороняться, ну, это, вот, это удар, представляешь, он даже, он даже угловой флажок перебил, это потрясающий футболист высочайшего класса, сразу видно, так, ну, Робин Остринд у нас по-прежнему травмирован, да, что-то такое с ним там неладное, я думаю, что если кого-то сейчас и выпускать, то это Шарантакеса, а нет, Шарантакес там не способен сыграть, к сожалению, ну, значит, Остринд с травмой, ну, вместо фаны выйдешь, по фану побегаешь, как говорится, Линдблад, Малкрист выбивает, Ебесилье с мячом, заброс, делает классный, Немеле, ну, Немеле, знаешь, скоростной игрок, и это мы с командой Премьер Лиги так играем, а что будет с командой, ну, нашего дивизиона, в принципе, я думаю, поборемся, повоюем, Густавсон бьет Малкест на месте, так, подожди, Странт получил повреждение, это значит, что мы, ну, или Остринда мы туда не переведем, Бьеркина тоже, но у нас же Шарантакес есть, да, Шарантакес выйдет вместо Странда, ну, здесь простили нас соперники, могли забивать, ну, они уже весь свой состав перетасовали, и тут не поймешь, у них кто главный, кто не главный, Густавсон, подача, и здесь Малкест достает последний момент, ну, вместо Линдблада, попробовать игрока, который вернулся из аренды, центральный защитник, Орнблум, ну, я даже, честно говоря, ему 18 лет, и у него такие показатели хорошие, я думаю, что это в будущем кандидат в сборную Швеции, ни много, ни мало, да, вот, поэтому здесь, мне кажется, Орнблуму надо давать игровую практику, и уж в товарищеских матчах абсолютно точно наигрывать парня, Малкест играет с Бьеркином, Бьеркин такой заброс делает, ну, куда он его сделал, Фрейти, ты ослеп, что ли, на оба глаза, вот сейчас хороший пас, Фуре, вперед, здесь Нильсон, первый на мяче, но, наши ребята, ну, вот здесь Бьеркин, конечно, опоздал, задержался, Карлсон, удар, мы могли нам забить, простили, соперники, ну, игра, конечно, в нашу пользу сложилась, я этого не ожидал, но, меня это радует, конечно, меня это радует, безусловно, ебессилье, ну, ебессилье, ну, кто так мяч принимает, тебе за это можно двойку ставить сразу, Густавсон проскакивает, и, снова бьет штангу, и вот сейчас забивает, все-таки, Густавсон, конечно, мы немножко ослабили нашу линию нападения, но давайте дадим шанс молодому относительно, да, 22-летнему шведу Адмиру Байровичу, может быть, он себя лучше проявит, да, Фуре достаточно плохо вышел на замену, но мы можем выпустить сюда дрота, ему тоже дать поиграть, дать себя проявить, вот, я думаю, что он справится, ну, соперник почувствовал вкус крови, решил нас разорвать, пойти вперед большими силами, но я потребую от ребят постараться, потому что проваливать даже товарищескую игру не хочется, это морально бьет по команде, но Сундли, как деревяшка принял мяч, Дрот, ну, это нехорошо, это плохо, Дрот, ну, давай, придумай что-нибудь, Остленд, заброс хороший на Байровича, Байрович в прошлом сезоне был плох, сейчас тоже не забивает хороший момент, хотя его вывели достаточно неплохо, и свежий Байрович, вот, в этой ситуации, да, должен был, конечно, ну, хотя бы створ ворот попадать, он створ не попал, хотя, если бы попал бы в угол, да, вот, там, велика была бы вероятность того, что он бы забил, Дрот, ну, медленно, но верно, что делать, пасуемся, пасуемся, и вот, Боргстюм, Колобок, хороший навес, и это Остленд забивает, ну, Колобок, красавец, конечно, сделал эпизод, да, вот, что называется, доборолся, это, как раз-таки, вот этот мизер, вот, вот здесь вот, да, вот он просочился, победил, в единоборстве, отработал, вот и до, Колобок, красавец, и навес, там, шикарный, выполнил, ну, это гул Боргстюма, он все там сделал, и показал высочайший класс, Остленд выбил, и вот здесь Байрович думает, кому отдать, а тут вот, кстати, Колобок уже готов принимать, и он уходит на фланг, у него сумасшедшая скорость, и он свежий, прострел Колобка, слушай, Колобок-то делает игру, даже, выйдя на замену, Дрот бьет ближний угол, Дрот бьет еще раз, ну, слушай, мне нравится концовка, они, получив указание от меня, что, мол, надо стараться, вышли и постарались, так, что мы сейчас видим, что они контролируют игру полностью, заставляют соперника прижиматься к воротам, Колобок, молодец, хороший навес снова, и там вратарь у них вынужден, снова как белка скакать, бездомная, Байрович, Дрот хороший, заброс на Остленда, прострел на Колобка куда-нибудь, ну, там вот Байрович проиграл вверх, проиграл вверх, хотя, футболист, очень потенциальный, очень перспективный, Байрович, ну, что ты будешь делать, столько моментов, он не реализует, и в прошлом сезоне, я, ну, так скажем, ему, как бланш, давал, давал поблажки, как молодому, вот, но уже 22 года, да, и сколько ему, 23, 22, это уже, знаешь, это только в ЦСКА можно, поблажки за такое давать, а мы все-таки в другой команде, и здесь уровень, совершенно другой конкуренции, если ты будешь плохо играть форварда, да, тебе быстро замену найдем, точно так же, как и на любой позиции, это, пенальти еще поставили, вот, точно так же, как и на любой позиции, у меня всегда такая, такой принцип работы, да, то, что на каждую позицию должно быть минимум по два футболиста, которые должны конкурировать, ну, Байрович даже пенальти не забил, ну, позорник, ты понимаешь, что, ты в этом сезоне, да, если так будешь играть, ты на поле не выйдешь вообще, тут, ну, какие вопросы, здесь, знаешь, как, тебе не светит играть в основе, да, если ты так моменты порешь, в товарищеском матче, да, ну, ладно, не забить с игры, но в пенальти, точно так же и Феррэв меня пока не убедил, ну, вот, Нимели смотрится кандидатом на позицию форнада номер один, а остальные пока, скорее расстраивают, вот, я скажу так, что я не ожидал такого уровня аппетитационного матча, я приятно удивлен, но это правда, это правда, уровень был действительно неплохой, вот, действительно неплохой, и здесь, знаешь, как, мне игра понравилась, ну, по проценту брака, конечно, соперник меньше допустил брака, но все-таки, играли с командой высокого класса, поэтому я доволен, что я могу сказать, значит, у нас сейчас групповой этап Кубка Швеции будет, посмотрим, что это за турнир, но это уже будет в следующей серии, надеюсь, что это вам понравилось, если это так, не забывайте ставить пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал, всех благодарю, всем большое спасибо за просмотр, всего самого хорошего, и удачи, до свидания.